Продолжение следует... Еженедельник «Народная газета» сообщает, что по инициативе губернатора Сергея Морозова в области будет реализован проект социального фитнеса для пожилых граждан. Суть предложения заключается в том, что в менее загруженные часы залов фитнес-центров для тренировочных занятий групп активного долголетия будут выделять время. Физические нагрузки для граждан старшего поколения помогают сохранять гибкость суставов, держать тело в тонусе, быть полными энергии и сил. Как отмечает руководитель проектного офиса «Ульяновское долголетие» Олег Тагиров, в ближайшее время будет решаться вопрос о распространении точечных центров физической активности. Планируется, что небольшие филиалы центров активного долголетия будут созданы в каждом муниципалитете. Несмотря на морозы и пока еще не так быстро тающий снег, календарная весна вступила в свои права. Не за горами теплые дни, поэтому стоит позаботиться об обновлении своего модного гардероба. После теплой зимней одежды весенний сезон, как правило, хочется легкости и яркости цветов в нарядах. Какие модные тенденции весной 2021 года предлагают ульяновкам, любопытствуем на страницах народки. По скриптам коротаем время за разгадыванием невероятно увлекательнейшего сканворда. И, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах популярного еженедельника. Журналист общественно-политической газеты «Ульяновская правда» Андрей Маклаев подвел итоги прошедшего в Ульяновске пятого форума деловых женщин. Более 15 площадок состоялось в рамках форума с 11 по 12 марта в конгресс-холле УЛГТУ, в том числе Первый Поволжский фестиваль красоты «Пробуждение» и конференция «Бьюти Диджитал Ворк-2021». Как отметил Сергей Морозов, женский бизнес всегда отличается продуманностью, аккуратностью, честностью во всем и, конечно, креативными решениями. Жительницы региона создают замечательные компании и смело управляют ими. Подробнее на страницах издания. К региональным журналам. Единственный в области детско-юношеский журнал «Симик» рассказывает о достопримечательностях нашего края. Юные исследователи рубрики «Пытливый ум» занимательно рассказывают об уникальном камне Симберцити, о нашем выдающемся земляке Колобке и о юрком Козлике Уазике, а также о появлении буквы «Ё» в русском алфавите благодаря уроженцу нашей земли Николаю Михайловичу Карамзину. О том, какая флора и фауна наполняют акшуатский дендропарк, читаем в разделе «Мой край». Здесь же на страничке раскрашиваем делового дятла. Рубрика «Природа слова» рассказывает о фразеологизмах, газетной уткой, что означает откровенная ложь, и в бегах, то есть перемещении от власти или правоохранителей путем изменений места пребывания. На цветной вкладке разгадываем картиночный кроссворд, раскрашиваем тающего уже печального снеговичка и своими руками делаем оригами бумажный кораблик, который потом можно будет отправить в плавание по веселым ручейкам или проталинкам. Ну а я пока вырву такую цветную вкладку из журнала, положу себе в карман и сохраню ее до поры журчащих ручейков. Пока что на улице все еще сохраняется небольшой мороз. Вот и все. К национальным изданиям газета «Канаж» на чувашском языке рассказывает, что люди устали от онлайн-конкурсов и фестивалей. Всем хочется живого общения. Первое оффлайн-мероприятие прошло в Ульяновском районе. На базе Салмановской средней школы провели районный конкурс чувашских красавиц «Сарпике». 10 девочек от 5 до 16 лет прошли 3 испытания. Во-первых, показали свое мастерство в творческом конкурсе. Это вокал, хореография или живое слово. Второй был интеллектуальный конкурс, где девушки показывали знания чувашского языка, а те, кто постарше, отвечали на вопросы по жизнедеятельности чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Третий конкурс – приготовление национального блюда. В разных возрастных категориях жюри определило троих победителей. Это Анна Портнова – «Зеленая роща», Екатерина Потапова – «Тетюшская» и Есения Степанова – «Салмановка». К районным газетам. Еженедельник Ульяновского района – родина Ильича. Журналист Анастасия Белова рассказывает о восьмикласснике филиала Ундоровского лицея в вышках Павле Волоченко. Как рассказывает Белова, ни один праздник не обходится без его участия. Огромное количество грамот, дипломов, благодарностей с различных конкурсов, викторин, олимпиад различного уровня доказывают всестороннюю развитость юноши. Интеллектуальный, эрудированный, талантливый – все эти качества характеризует Павла. Человек становится звездой благодаря целеустремленности и трудолюбию, желанию воплотить мечту в реальность. Подробнее в рубрике «Пример». Чем опасны наушники и как сохранить хороший слух, рассказывает главный внештатный специалист от Арина Ларинголог Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующий лоротделением Ульяновской областной клинической больницы Валерий Лисин. Об этом и многом другом читаем на страницах районки. Журналисты «Старомайнских известий» Две Натальи Дементьева и Сашина сообщают о том, что на этой неделе в Старомайнском районе работал передвижной медицинский комплекс, который поступил в ГУС «Старомайнская районная больница» благодаря реализации утвержденного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта здравоохранения. Подробнее о медицинской помощи на колесах знакомимся на страницах районного чтива. На странице газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района Алина Сабурова делится интервью с Евгенией Николаевной Луневой. Накануне профессионального праздника Дня работника культуры она рассказала о своем творческом пути, о своих талантливых учениках, о районной детской школе искусства, родных и близких и многом-многом другом. Рубрика «Призвание» щедро делится подробностями. Листаем районку и находим для себя интересные события из насыщенной сельской жизни. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». На передовице изданий Максим Скворцов рассказывает о радостном известии. Приказом Министерства спорта Российской Федерации ульяновской спортсменки Инне Тражуковой присвоено звание заслуженного мастера спорта. Спортсменка не скрывает своего счастья от присвоенного ей звания. К этой награде она шла 20 лет. Инна занимается борьбой в весовой категории до 65 килограмм. В сентябре 2019 года на чемпионате мира в столице Казахстана Нур-Султане Тражукова словно комета, не замечая соперниц, промчалась по чемпионской лестнице. Подробнее об успехах чемпионки читаем на страницах спортивного вестника. Журналист информационного портала Управда.ру Андрей Корчагин продолжает нас информировать о подорожании цен на продуктовые, продовольственные и непродовольственные товары. Как ссылаясь на специалистов Ульяновск-Стата, Корчагин сообщает, что увеличение цен зафиксировано практически на все овощи. Ощутимее всего подорожала зелень. За килограмм этого продукта жители региона стали платить в среднем на 75 рублей больше. Огурцы еще плюс 43 рубля, чеснок плюс 27 рублей, помидоры плюс 23 рубля. Прибавили в цене также многие фрукты. Ощутимее всего ударило по винограду плюс 38 рублей за килограмм. Как и месяцем ранее выросли в цене орехи на плюс 16 рублей. Ну что ты будешь делать, опять подорожало куриное яйцо. Если в конце прошлого года кассета из 30 яиц стоила в районе 100 рублей, то в феврале нынешнего года уже продавалось за 200 рублей дороже. Только за один месяц десяток яиц подорожал в среднем на 4 рубля. О других колоссальных подорожаниях читаем на информационном портале ulpravda.ru. Портал медиа 73 рассказывает о том, что 18 марта Ульяновская область присоединилась к всероссийской акции по исполнению севастопольского вальса, приуроченной семилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь этого события прошел флешмоб «Мы вернулись домой», инициированный главным управлением культуры Севастополя. Ульяновскую область на нем представил солист из Сурского района Юрий Свитов. Как признался сам Свитов, исполнять севастопольский вальс – одно удовольствие. Он известен и любим у молодого и взрослого поколения, и даже считается неофициальным гимномом Крыма. Мелодия вдохновляет, обновляет, хочется танцевать под этот лейтмотив. Без внимания не остались и другие участники из Ульяновской области, подавшие заявки на участие в акции. Региональным Минкультом и Центром народной культуры создан клип, содержащий фрагменты песни. Давайте немного насладимся творческой активностью наших земляков. И с тех пор в краю любом вспоминал я милый дом. Севастопольский вальс, золотые пульки, Мне светили в пути не раз Ваши глаз огоньки. Севастопольский вальс, помнят все моряки, Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Эти и многие другие новости читаем на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин